Добрый день! В эфире РЕН-ТВ Саратов. Итоговая программа. Лидеры в ПФО по итогам реализации программы переселения соотечественников. Чем привлекателен регион для переселенцев? И каков срок действия популярной программы переселения? Где и как трудоустраиваются беженцы из Украины? Об этом и не только мы поговорим с нашим гостем, министром занятости, труда и миграции Саратовской области Натальей Юрьевной Соколовой. Наталья Юрьевна, здравствуйте! Добрый день! По количеству приехавших в регион соотечественников область занимает первое место в ПФО. И давайте нашу программу начнем с цифр. Какие категории граждан и в каком количестве к нам переселились? И за какой период мы вывелись в лидеры? Действительно, Саратовская область принимает участие в государственной программе переселения соотечественников из-за рубежа с 2010 года. И мы не первыми, кто стал реализовывать эту программу. Мы присоединились позже Пензенской области и Нижнего Новгорода. Но, тем не менее, достаточно быстро набрали хорошие темпы, выбились в лидеры и до сих пор нам удается удерживать эту высокую планку. На сегодняшний день в рамках старой программы, которая действовала до 31 декабря 2015 года, на территорию Саратовской области переехало более 4200 человек. И это очень качественные трудовые ресурсы. Вот вы говорите, давайте в цифрах. Должна сказать, что, как правило, больше всех интересует вопрос, что это за люди. Около 90% переезжающих к нам — это люди с хорошим знанием русского языка и славянскими корнями. Чуть меньше, в 10% укладываются другие категории нации. Это представители, в том числе, Украины, Азербайджан, Армения, но незначительное число. Если мы говорим о возрастном составе, то в основном это молодые люди от 25 до 35 лет с хорошим востребованным на рынке трудообразованием, высшим, средним, техническим образованием. Это люди, которые мотивированы на быстрое трудоустройство. Поэтому мы всегда с удовольствием занимаемся этой программой, прекрасно понимая, что она помогает нам реализовать сразу несколько задач. Демографическую, восполнение рынка труда ресурсами, качественными, с хорошим таким возрастным цензом. А до какого года действует программа по переселению соотечественников и каковы планы на предстоящий период? Да, действительно, вот я сказала, что старая программа у нас уже закончилась, но в 2013 году, в июле месяце, Старатовская область одна из первых утвердила на уровне федерации новую программу. И мы приступили к ее реализации с июля 2013 года. Сейчас она действует и будет продолжать действовать до 31 декабря 2015 года. То есть вот за эти годы у нас стоит задача каждый год привлекать на территорию Саратовской области не менее 2,5 тысяч соотечественников. А чем привлекательно для этих соотечественников наша область? Саратовская область имеет ряд преимуществ перед другими регионами. Во-первых, для участия в программе мы определили территорию всей Саратовской области. У людей есть большой вариант выбора, где им разместиться и что для них является наиболее удобным. В Саратовской области каждый год создается не менее 15-20 тысяч новых рабочих мест. У нас достаточно объемный большой рынок вакансий. На сегодняшний день это 32 тысячи. И люди, которые приезжают из-за рубежа, наши соотечественники, я вам уже говорила, они очень мотивированы на скорейшее трудоустройство. Они не избалованными особыми условиями. Поэтому те вакансии, которые мы имеем, они очень хорошо используются и рассматриваются в качестве варианта трудоустройства. В Саратовской области, конечно же, очень хороший климат, прекрасные природные ресурсы. И наша Волга – это наше богатство, это наше достояние, это наша марка, это то, что привлекает, конечно, людей, приезжающих из-за рубежа. Должна отметить, что в Саратовской области все-таки по сравнению со многими другими областями не очень высоки цены на продукты. У нас достаточно приемлемые цены на жилье, что также является основным из факторов, на которые обращают внимание наши переезжающие соотечественники. Вот мы не раз общались с теми, у кого в графе прописка стоит Саратовская область. В целом о программе отзывается более чем положительно. Среди плюсов – это быстрое оформление документов, выплата положенной материальной помощи в срок и помощь в трудоустройстве. Но ведь есть и минусы программы, и о них, в частности, говорили на заседании областного правительства. Вот поделитесь с нами, есть ли пробелы в этой программе и над чем еще предстоит поработать? Я поняла, что вы ссылаетесь на замечание, которое высказал представитель ФМС о том, что с территории Саратовской области часть соотечественников, участников госпрограммы переезжает в другие регионы. Но нужно оставаться объективным и сказать, что из более 4 тысяч сограждан, которые приехали на территорию Саратовской области, только 70 с небольшим человек переместились в другие регионы. Это не более полутора процентов. В других областях вот этот отток, он значительно больше. И здесь вот каких-то таких некомфортных условий при причин перемещения граждан мы не наблюдаем. Это естественные процессы, когда люди переезжают на территорию области, вошедшие в программу, и потом, по прошествии времени, пересекают границу региона для того, чтобы воссоединиться со своими родственниками, которые проживают извне, за пределами Саратовской области. Надо отметить, что несколько человек уехал у нас в нефтедобывающими регионами. И здесь говорить что-либо дополнительно не имеет смысла. У них явные преимущества по заработным платам. Но я еще раз подчеркиваю, что это очень незначительное число, вполне допустимое, которое никак не говорит о том, что программа у нас где-то в чем-то неэффективна. Конечно, мы над ней работаем. И вот в новом варианте программы мы проработали дополнительные еще условия, которые позволяют сделать прием наших соотечественников больно комфортным. Например, сейчас граждане, которые пребывают на территории, могут получить за счет службы занятости дополнительные квалификации, какие-то навыки, пройти обучение совершенно бесплатно. Ну и ряд других. А в каких отраслях сферы соотечественники наиболее востребованы и откуда в основном приезжают граждане? Ну, так же, как и в целом для граждан Саратовской области, рынок труда сейчас очень нуждается в специалистов технического профиля, в квалифицированных рабочих. И здесь, как я говорила, задачи области и те возможности, которые есть у наших соотечественников, они зачастую совпадают. Нам нужны медицинские работники. И здесь тоже могу сказать, что в числе приехавших соотечественников у нас есть представители медицинских профессий. Из количества приезжающих, кто они, из каких стран прибывают, по-прежнему остается примерно та же пропорция. Это большее количество граждан приезжает к нам из Казахстана, Узбекистана, в меньшей степени из Украины, несмотря на последние события. И были даже достаточно экзотические предложения. К нам поступали анкеты с Новой Зеландии, с Австралии. Прибыли на территорию Саратовской области граждане из Германии и Испании. Живут здесь, работают. Вот вы упомянули про беженцев из Украины немного. Им ведь тоже необходимо трудоустройство. Какие они должны сделать первые шаги? Да, это сейчас очень актуальный вопрос, которым мы занимаемся в круглосуточном режиме. И первое, что необходимо сделать гражданам, которые прибывают к нам с территории Украины, это все-таки обратиться в первую очередь в Федеральную иммиграционную службу на территории Саратовской области, которая располагается в каждом районе и в городе Саратове, и определиться со своим последующим статусом. Есть несколько вариантов, но регистрация себя на территории Саратовской области в органах УМС – это первое, что необходимо сделать. Все остальное – это работа уже многих ведомств, многих служб, в том числе и нашего министерства. Можно обращаться к нам, тем, кто желает подыскивать работу и трудоустраиваться. И здесь можно рассматривать много всяких вариантов и возможностей, как немедленного трудоустройства. Здесь тоже нет особых временных ограничений. Можно найти себе работу через патент, который оформляется в органах Федеральной иммиграционной службы. Это у физических лиц. И все 32 тысячи вакансий, они также могут рассматриваться теми людьми, которые переезжают. Но это также разрешение на работу, которое выдается у ФМС. Куда обращаться вновь прибывшим гражданам из Украины за помощью? У нас на сайте министерства создан специальный баннер для помощи гражданам из Украины. В каждом районе Саратовской области, в министерстве, в районах города Саратова, в центрах занятости есть специальные сотрудники, которые определены как кураторы за этим направлением, за людьми, которые к нам приезжают. И мы готовы оказывать всяческую помощь, в том числе и давать консультации по взаимодействию с другими органами власти для того, чтобы решать комплексно все их вопросы. Поэтому обращайтесь, пожалуйста, в любые районы Саратовской области, центры занятости всегда вам помогут, проконсультируют, дадут нужный, важный, актуальный совет. Наталья Юрьевна, спасибо за то, что пришли к нам в студию, ответили на наши вопросы. Всего вам доброго. Вам спасибо. До свидания. Ну а на этом у меня все. С вами был Александр Филин. Встретимся в это же время в следующую субботу. До свидания.